Многие спортсмены, за плечами которых пьедесталы чемпионатов и Кубков мира и Европы, свои победы в чемпионатах России, называют самыми сложными. Рукопашный бой, ведь спорта родом из Советского Союза, за почти вековую историю в нашей стране приобрел большую популярность. Подфорно то, что сегодня столицы Новосибирской Республики, в городе Нальчки, собрались на лучшие представители со всех регионов нашей большой страны по данному виду спорта. До финала дошли наиболее достойные, которые они покажут нам в зрелищные бои. Хочется отметить, что у нас за последний год выполнено достаточное количество спортсменов, мастеров спорта по международному классу, норматив и заслуженных мастеров спорта. Я их также поздравляю. Желаю всем спортсменам удачных боев, меньше травм, а судья, объективного и беседестарственного судейства. Чемпионат России по рукопашному бою – это итог, вершина года работы. Ребята, победившие на этом соревновании, будут представлять флаг России на международных соревнованиях. А у нас в следующем году будет много таких титуль. Поэтому я желаю вам всем удачи, желаю достойных поединков, судья, беспристарственного судейства и пусть победит сильнейший. Растет популярность вида спорта и, как следствие, увеличивается продолжительность турнира. В этот раз он продлился три дня. Во-первых, большое количество спортсменов, плюс у нас в последний день будет абсолютный чемпионат России. То есть у нас получат два чемпионата России в одном. Но это абсолютный чемпионат, это приблизительно с 80 килограмм и выше. В перспективе, конечно, это профессионализация. Но, скорее всего, не будет, будет просто бои за абсолютный чемпионат. А абсолютный чемпионат – это у нас 8 человек обычно ежегодно будет проводиться. Все федеральные округа – почти две с половиной сотни участников. Среди них чемпионы мира, Европы и Азии, обладатели мировых кубков и заслуженные мастера спорта. Две команды представляют Кабардино-Балкарию. Есть опытные, а есть и новички. Новичков больше, конечно. Их у нас 44 человека представляют нашу республику. И самый опытный, я назову сразу, Бесланеев Нур-Мухаммед, будет участвовать в рисовой категории до 75 килограмм. Ну и молодые ребята, даже 18-летние только что исполнили. Вот, допустим, вернулся с армии безиров и сразу же сюда отобрался. Тут, можно сказать, новички новичками, но умеющие себя достойно вести на ковре. Самые сильные соперники для наших ребят? Ну, традиционно СКФО, ЮФО и Центральный федеральный округ. Конечно, есть и в Сибири команда Кемеровская, команда Красноярская, очень серьезный Пермский край. В общем, ну, достойных ребят очень много. Ведь достаточно распространенный наш по нашей стране, и поэтому занимаются очень активно. Тем более, министерства силовые и ведомства у нас нашим видом спорта занимаются. И во многих являются как частью спартакяды. На старт чемпионата России вышли почти 240 спортсменов. Через два дня их осталось 38. Здесь и кандидаты в мастера, и заслуженные мастера спорта России. Основная цель – это, конечно, Олимпийские игры. Но это долгий путь, который нам совместно придется пройти. Но хочу сказать, что такие люди, как Азамата, они, конечно, делают общее настроение, общую погоду. И привлекают внимание к виду спорта рукопашный бой. И в планах, например, на следующий год у нас проведение чемпионата Европы, Кубка мира, Азии, чемпионата Азии. Снова проведем абсолютный чемпионат мира. Кстати, американец Рико Родригес, который проиграл Азамату в финальной схватке, он подошел и сказал, что был не очень готов к этому поединку, вообще к этим соревнованиям. И к поединку с Азаматом, конечно. Но он говорит, я хочу, пообещай мне, Сергей, что ты мне сделаешь матч-реванш. Я говорю, никаких проблем. Возможно, этот матч-реванш мы проведем в рамках Кубка мира, который состоится в Нью-Йорке. Сейчас даты уточняются. Это будет либо август, либо сентябрь на Манхэттене. После проведения Кубка мира в Перу, у нас сразу в Международную Федерацию прибавилось 15 стран, представляющих Южную и Северную Америку. Очень большой интерес в Южной Америке. Проблема в том, что они не в каждом мероприятии могут выступать. Очень дорогая стоимость перелета оттуда. И это, конечно, их сдерживает. Ну, развитие идет. Нас зовут, и чтобы мы проводили семинары сейчас, и в Перу хотят провести. Они такой зональный хотят сделать и пригласить ближайшие страны. В общем, работаем. Уровень действительно растет от года к году. Например, у нас несколько чемпионов мира, действующих, проиграли в первых боях. Поэтому все больше и больше усиливается уровень спортсменов. Поэтому я надеюсь, что финалы сейчас мы увидим очень достойные. И они, конечно, украсят и чемпионаты России, и вообще войдут эти поединки в золотой фонд рукопашного боя. Кабардино-Балкарию в мужских финалах представили двое бойцов. Нурмухамед Бесланеев в решающем поединке уже не в первый раз встретился с призером чемпионатов России Мавсаром Баймасхановым. И если в прошлом году судьбу боя решила техническая активность нашего спортсмена, то теперь Нурмухамед выиграл более уверенно со счетом 8-5. Он очень хороший соперник, надо дотворно ему тоже. Уже четвертый раз встречаемся с ним. Хороший, достойный соперец. Три раза я выиграл, один раз я проиграл ему. Наряду с ветеранами к предстоящим международным стартам, в числе которых чемпионат Европы и Кубок мира, будут готовиться и молодые бойцы. По признанию главного тренера сборной России Валерия Сейнова, конкуренция на международном уровне растет год от года. Конкуренция сейчас становится очень такая принципиальная. То есть у нас, как правило, до этого были представители бывшего Советского Союза, то есть Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Украина. Сейчас и подтягиваются там. В Иране появляются нет-нет спортсмены, в Соединенные Штаты Америки. Кругозор расширяется, конкуренция. Ну, я не скажу, что по всем весовым категориям. По всем весовым категориям у нас принципиальная борьба – это с Казахстаном. А вот именно по некоторым весовым появляются новые конкуренты из дальнего зарубежья. Сегодня было очень много новых звезд. Например, 55 килограмм понравился в финале, 60 килограмм. У нас, наконец-то, Арсен Мутачев стал чемпионом. Постоянно был в тройке призеров. Ну, тут у нас, скажем, чемпионатом России все больше и больше участников. В принципе, есть из кого выбирать? Есть с кем работать? Да, конечно, есть. Ну, и самое главное, ветераны наши тоже не сдаются. Опять у нас очень в этом году получилось захватывающее зрелище. Весовой категории 75 килограмм. Ну, Мухаммед Бесланеев выиграл достаточно уверенно в этом году. У своего принципиального соперника Мафсара Баймасханова самый зрелищный бой, как на прошлом чемпионате России. И опять же, в этом году они подтвердили. В целом, на пьедестал почета чемпионата России поднялись четверо спортсменов Кабардино-Балкарии. Второе место в весе до 60 килограммов занял Ислам Куашев. Третьими в своих весовых категориях стали Радмир Черкесов и Мурат Гугов. По итогам соревнований сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы. Редактор субтитров А.Семкин